всем привет пока никого нет, я так понимаю ага, отлично, кто-то появляется привет, привет сейчас буквально пару минут у нас были технические неполадки серьезные, в связи с чем ох, я немножко перенервничала и сейчас попробую начать все сначала привет всем, кто присоединился еще раз меня зовут Анастасия Коваленко в сети я известна под ником Каталема и со школой Дудлинскетч мы уже раньше немного сотрудничали и на их сайте в подписке, по-моему, есть небольшой мой мастер-класс по рисованию розы на данный момент мы планируем со школы выпустить, ну как не планируем, уже дело фактически сделано со дня на день выпускаем цветочный курс мой рисование ботаники с помощью маркеров я подробно расскажу об этом в конце эфира я рассчитываю сейчас порисовать буквально час показать вам примерно как вообще я это обычно делаю чтобы у вас если у вас будут какие-то вопросы соответственно задавайте я, если честно, все еще на нервах а скажите еще, пожалуйста, напишите мне все нормально, меня слышно со звуком с видео все в порядке и сейчас начнем на самом деле потихоньку рисовать привет всем, кто приходит я вижу вас очень много еще раз прошу прощения у нас были технические неполадки и я не могла никак начать эфир ужасно, честно говоря, перенервничала и прям меня до сих пор чуть-чуть трясет по этому поводу так давайте тогда чтобы не терять время зря может быть кто-то не рассчитывал я потихоньку начну вкратце расскажу про себя я уже наверное порядка лет десяти точно знакома с маркерами и в основном я рисую с помощью маркеров так называемые дневники в картинках вы можете выйти ко мне в аккаунт каталема в последнем посте есть на меня ссылка посмотреть как я все это обычно делаю и оформляю и собственно почему ботаника я сегодня про ботанику буду рассказывать и курс мы также выпускаем про ботанику потому что это очень классная тема очень воодушевляющая и для сегодняшнего дня я подобрала вот такой референс так немножко отсвечивает он есть опять же в карусельке в последнем посте можно его открыть если вы будете рисовать вместе со мной в моем посте в посте дудлен скетч есть и давайте наверное сейчас уже чтобы время не терять потихоньку начнем я вкратце начну какие-то моменты рассказывать вы соответственно можете референс открыть у себя где-то чтобы вам было удобней а я у себя вот здесь тоже на экранчике его поставлю рядом и смотрите прежде чем в принципе приступать к рисованию чего бы то ни было я пытаюсь разобраться как оно устроено это принципиальный такой момент потому что если ты не понимаешь что ты рисуешь это влияет в общем-то непосредственно на качество работы поэтому во всех своих последних видео которые я записываю я стремлюсь сначала соответственно сделать какой-то разбор как выглядит примерное построение как выглядит то что я планирую рисовать давайте попробуем вот этот цветочек разобрать цветочек называется кстати аламанда такое прикольное название у него и так что она себя представляет если я правильно все понимаю я вот тоже себе искала немножко в интернете чтобы ну смотрела как все это выглядит то есть это такая какая-то длинная трубка и дальше он сейчас я сниму часы чтобы не мешали комменты мешают а как их отключить так а так лучше надеюсь что да так вроде бы все напишите мне все ли хорошо еще еще окей так лучше отлично короче говоря если мы будем разбирать что это за цветок в целом то я так поняла что это такая трубка идет которая дальше раскрывается соответственно здесь вот у него какая-то есть толщина у всех этих лепестков вот все это уходит углубь соответственно если смотреть какой-то вид сбоку вот в частности на моем референс как это выглядит то очень очень грубо говоря можно нарисовать как такой круг который образует собственно говоря сами лепестки дальше вот это вот все уходит внутрь самой вот этой трубки фактически не видно потому что она закрыта либо лепестками либо другими бутонами цветами и соответственно вот сами лепестки они примерно как-то вот так расположены и вот этот лепесток он закругляется и мы видим его толщину то есть грубо говоря вот эта чашечка он повернут к нам своим боком отсюда соответственно лепестки по направлению изнутри наружу выходит так и соответственно тут не очень понятно если честно на референсе ну свет падает скорее всего где-то вот отсюда сверху и скорее всего немножко спереди то есть соответственно вот у нас есть вот этот цветочек внутренне его часть будет полностью практически в тени почему вот эта верхняя часть не в тени потому что на самом деле скажите пожалуйста эфир сохранится слушайте я технически динозавр но я постараюсь сохранить я очень надеюсь что он сохранится можно будет посмотреть все заново а для тех кто досмотрит эфир до конца сегодня или пересмотрят его после я буду коротко рассказывать про про курс который выйдет покажу работы которые я на нем рисую и там будет небольшой соответственно ну как водится небольшой сюрприз для тех кто досмотрит до конца так соответственно вот здесь у нас все будет темно для того чтобы наиболее реалистично показать цветок нужно тоже понять где у него как показать свет тень чтобы у нас был объемным да без этого соответственно не получится передать сделать эффект того что цветок настоящий они просто приклеены на бумагу ну и какие то здесь соответственно закругляется здесь будет самая светлая часть вот свет падает все вот у нас падает соответственно будет самая светлая часть лепестка вот здесь уже будет немножко в тени и соответственно здесь то же самое я она все остальное либо в тени либо средний тон и сами лепестки И если опять же смотреть, вот у нас есть лепесток, который уходит куда-то туда вглубь. И как правило, я попробую сейчас показать направление изнутри и наружу. Он как-то так обычно выглядит. То есть он немножко может быть посерединке выгнут. И это тоже влияет на то, как впоследствии я буду потом его закрашивать. То есть вот эта часть, если у меня отсюда падает цвет, обычно у лепестков самый край я делаю светлым, чтобы показать, что у него тоже какая-то толщина есть. И сразу после этого вот эта часть, соответственно, будет немножко затемнена. Ну вот здесь, соответственно, какой-то светлый кусок. Дальше опять он уже уходит в тень. Примерно так. Я немножко запуталась тоже в своих рисунках уже. И смотрите, я буду рисовать на бумаге формата А5. У меня вот такая бумага Manga Paper от Sakura. Она толщиной 250 грамм. В принципе, она по своим характеристикам аналогична. Примерно обычной односторонней бумаге, которую бывает у всех производителей скетчбуков в последнее время. Ну, кто делает скетчбуки маркерные. Бумага похожа, но единственное, что она толще. По гладкости она примерно может быть чуть-чуть менее гладкая. Но, в принципе, на эффектах это не должно сказаться. И давайте попробуем начать саму работу. Сейчас я тоже попробую прикинуть еще отдельно в листочки, как все это будет выглядеть. У меня на референсе, соответственно, самый такой большой яркий цветок. Это вот этот самый левый. То есть он как-то вот так будет расположен. Я просто на самом деле перерисую вот эти все три цветка. Причем, чем хороша ботаника, я все время говорю, что там можно не соблюдать какое-то полное соответствие. Вы можете нарисовать лепесточки немножко криво, несимметрично. И, скорее всего, никто этого не заметит и никому-то не бросит в глаза. Соответственно, примерно вот так у меня будут расположены цветы. И чтобы кроме цветов что-то еще было, я хочу добавить сверху листочки. Привет всем, кто присоединяется. Я вижу, вот еще приходит. Соответственно, вот эти листочки, которые у нас есть сверху, я их тоже немножко накидаю. И вот момент уже. Хорошо, что попробовала на отдельной лепестке, потому что я уперлась. Здесь у меня сверху есть листочки, которые мне очень нравятся, зеленые, которые мне тоже хотелось бы добавить в работу. И вот на данный момент я, соответственно, уперлась. И надо как-то будет в итоговой работе предусмотреть. Тут еще есть букет, не букет, а... Я все еще продолжаю нервничать. Как это называется? Бутон. И, в принципе, можно было бы добавить еще какие-то листочки снизу. Но вот вопрос в том, надо ли будет. Я думаю, что это можно будет уже по ходу дела посмотреть. Но вот самое главное, вот эту часть мне надо будет опустить немножко вниз в итоговой работе. Я рисую цветным карандашом. Мне в последнее время это гораздо больше нравится, чем рисовать линерами или каким-то простым карандашом. Потому что контур выглядит гораздо мягче. В принципе, если вы не сильно нажимаете на цветной карандаш, его также можно попробовать стереть. И если что-то вдруг чуть-чуть не достирается, то в итоговой работе, на самом деле, я бы не сказала, что это бросается в глаза. Не очень заметно. И, в принципе, ну, можно себе позволить. Обычно я начинаю рисовать сразу, то есть вот я набросала примерно на отдельные листочки, как я вижу. Вот эту работу, она у меня как открытка, наверное, получится, что-то типа того. Обычно я сразу от какой-то точки начинаю рисовать все лепестки. Но поскольку я понимаю, что не для всех может подходить этот способ, я попробую также этим же коричневым карандашом. У меня это Derwent Color Soft. Если честно, я им раньше никогда не рисовала контур. Я попробую еле-еле прям набросать, может быть, будет не видно примерные границы, где у меня будут проходить лепестки. И вот помню о том, что у меня, получается, сверху нужно оставить еще место под листочки. Я немножко уведу все цветы вниз. Вот этот средний тоже довольно большой. И последний, его не очень видно. Я не знаю, что скоро будет ли этот карандаш стираться. Сейчас, видимо, буду проверять. Так, все хорошо, не заслоняю сейчас ничем. Вроде бы нет. Здесь, соответственно, будет небольшая розетка листиков. Здесь еще одна. Примерно так. Вот отсюда тоже будут идти большие листочки. А снизу уже, ну, сейчас буду смотреть по ходу дела. Возможно, что и не понадобится их делать. И теперь вот у меня какой-то кружок намечен. Ну, примерно набросаю вот, собственно, серединку, из которой у меня выходят наружу все лепесточки. И я параллельно прям смотрю на референс. Давайте, чтобы он был понятней. Не могу его даже попробовать. Нет, наверное, в кадр не получится. Ну, то есть смысл в том, что я смотрю прям, как у меня идет линия, пытаясь соотнести все это между собой. Насколько далеко лепестки отходят друг от друга, например. Все эти моменты я стараюсь учесть. И прям параллельно глядя на референс, веду линию. Мне, соответственно, не очень важно, как я уже говорила, чтобы прям было супер точно. Он, скорее всего, немножко не получится точно. Что-нибудь наверняка куда-то уедет. Ничего страшного в этом я не вижу. Так. Тут же такие прикольные какие-то точки. Вокруг белый ореол небольшой. Вот единственный тоже ориентир, вот этот круг, который у нас здесь есть, вот примерно плюс-минус надо как-то, чтобы вот эти точки, соответственно, где у вас заканчиваются лепестки, чтобы они не разъехались по всему цветку, а чтобы они как-то вот по кругу все-таки проходили. Вот это такой ориентир, на который можно смотреть, чтобы у вас цветок сам по себе как-то не уехал весь. И здесь, соответственно, мы видим внешнюю часть вот этого лепестка. Он как будто чашечкой сложился. Я сейчас, когда набросаю все эти лепестки, я потом еще вернусь более детально, проработаю какие-то части этих лепестков. Так, теперь я просто вот смотрю, следующий цветок примерно из какой части лепестка у меня начинается. Примерно вот так, и туда, соответственно, он тоже уходит вглубь, мы видим его край. Вот этот край тоже видно. Ну, то есть тоже какой-то примерно круг себе можно набросать. Я стараюсь плюс-минус не выходить за рамки вот тех кружков, которые я здесь уже себе накидала изначально. Но, соответственно, ничего страшного опять же нет, если у вас куда-то все сильно уехало. Это не более чем ориентир, и совершенно нет смысла заморачиваться тем, что линия вышла за пределы. Это нормально. Тем более, как я уже говорила, это ботаника. Она очень многое прощает. Я считаю, что это прекрасный сюжет, чтобы потренироваться, рисовать, кстати, на любые переходы цветов. Я не знаю, короче, это отличная маркерная практика. И не только маркерная, я думаю. Если это не акварельная, ботаническая живопись для каких-нибудь каталогов, а просто вы для себя рисуете, для открытки или что-нибудь в этом духе, то любые ошибки допустимы, ничего страшного в них нет. Соответственно, последний цветок, у него где-то вот этот кружок начинается вот здесь сверху. Вот он примерно так расположен. И почти не видно вот этого лепестка. Чуть-чуть вот его набросаю. Дальше вот этот лепесток у нас так интересно там закручивается. Можно себе просто сначала его набросать. То есть, опять же, я вот, как я уже говорила, я смотрю на референсы, прям стараюсь вести линию по бумаге, параллельно глядя, как все это расположено на фотографии. Там, соответственно, я себе просто такими небольшими черчиками наметила, что там есть загиб у лепестка. Так. Вот с этим, конечно, вообще не очень понятно. Еще не совсем в фокусе. Ну вот у меня уже тут есть некоторые неточности по сравнению с референсом, но мне кажется, что это не критично и не страшно. Примерно как-то так. И вот сейчас я смотрю, что у меня немножко уехала работа вправо, чисто по листу. Сейчас я подумаю, как это можно исправить, но что это не проблема. Теперь можно вернуться к листочкам. Вот тут я уже не буду сильно заморачиваться, прям один в один делать. На самом деле вот эти листочки зеленые, они выходят вот из-за этого лепестка, но я немножко его смещу, потому что мне как-то в кассу, чтобы он у меня отсюда шел. Мне это кажется более логичным. Логичным. Конечно, не очень понятно. Но как-то вот так, скорее всего, растет последний листочек. Если в процессе рисования ботанических каких-то работ я не понимаю, как у цветка построена талия на его часть, например, как у него листик, как вот эта розетка из листьев устроена, я могу, например, найти себе какие-то параллельные референсы в интернете, которые дадут мне полное представление о том, что там, как оно вообще есть. И это, я считаю, что это очень важный момент, потому что очень сложно нарисовать то, что ты не понимаешь вообще, что это такое. Так, ну вот это последняя розетка. Я сейчас, наверное, немножко начну торопиться, потому что нам еще нужно его покрасить успеть. И это особенно такой с покраской интересный момент, потому что вы сами, наверное, видели, что я выставила очень скромное количество маркеров для этой работы. И продиктовано это в первую очередь тем, что я взяла только те цвета, которые использую на курсе, который от нас выйдет с Дуглас Скетч. И там тоже совершенно небольшое количество маркеров, поскольку я понимаю, что не у каждого из нас есть дома огромная широкая палитра цветов. И совершенно не факт, что кому-то будет удобно докупить, например, если мне там 30 цветов для курса нужно. И, в общем, этот урок будет доступен после эфира. Я постараюсь, да, в планах есть, чтобы урок был доступен после эфира. Единственное, что если что-то пойдет не так, то, конечно, проблемы возможны. Но я надеюсь, что техника больше не будет подводить, все будет хорошо, и я все смогу сохранить. Там листочек у нас заворачивается. Я, соответственно, сначала нарисую вот так, а потом его дальнюю часть. Так, что еще мне не хватает? У меня не хватает точно вот этого большого листка. И действительно у меня есть небольшое ощущение, что рисунок уполз вот туда вверх. Эфир вроде как и готово... Да, я, честно, просто ни разу не сохраняла эфир в EGTV. Я постараюсь это сделать. И смотрите, чтобы как-то уравновесить вот этот момент, то, что здесь пустовато, я сюда тоже, видимо, с референсы добавлю какое-то небольшое количество листочков. Там они проглядывают некоторые, но я позволю себе, поскольку более-менее понятно, как они выглядят, я позволю себе некоторые вольности. Чуть перерисую их иначе, чем они есть. И логично вот сюда тоже какой-то небольшой там запустить. Так, примерно такой будет моя работа. Я сейчас попробую подтереть карандаш. Не знаю, сотрется он или нет, если честно. Обычно я... Ну, подтирается. Обычно я рисую карандашами Faber-Castle Polychromos. Они, кстати, гораздо хуже стираются, чем вот этот Derwent Colorsoft. Ну, в общем, приятный материал в работе, на самом деле, хороший цвет. Тоже почему коричневый, а не черный контур. Ну, я, в принципе, в последнее время экспериментировала много со всякими цветными контурами. И цветными линерами пробовала рисовать контуры. Это, в принципе, тоже прикольно. Но, в итоге, почему-то я вот пришла к серым-коричневым цветам. Мне кажется, что контур с ними выглядит гораздо мягче. То есть он не бросается в глаза. Но при этом он есть. И какой-то такой небольшой графический эффект задает. И чуть-чуть я прорисую прожилки. Скорее всего, они немного сотрутся, когда я буду все это красить. Потом я их верну карандашом. Опять же, сейчас я себе их скорее рисую для того, чтобы задать себе, скажем так, какое-то направление, чтобы мне было четче видно, как растут лепестки. Здесь я уже начала немного. Такими достаточно легкими, не нажимая на карандаш, движениями прорисовываю, не сильно заморачиваясь. Вопрос, который неоднократно поднимается в связи с тем, что, поскольку я рисую маркерами, а контур карандашный, стирается ли карандашный контур и как это влияет на маркеры. Я честно скажу, что, скорее всего, немного кончик маркера будет забиваться. Но, если честно, за все годы, сколько я рисую, в том числе, карандашный контур я рисую уже не первый год, у меня каких-то сильно больших проблем с маркерами по этому поводу не возникало. Один из моих любимых приемов, единственное, я, наверное, сейчас про него скажу, а вернусь к нему позже, если успею. Я очень люблю делать общую толстую обводку объектов, которые я нарисовала. Это задает такой очень прикольный, немного декоративный тон в работе. Я так вкратце покажу сейчас, в чем ее смысл. Это прорисовки. То есть я объединяю одним более толстым контуром все цветы, все лепесточки. У меня сразу выглядит как более красивый цельный объект. Ой, у меня время от времени проблемы с фокусировкой, я смотрю. Наверное, сейчас приступлю прежде всего к покраске, потом уже, если будет возможность. Какая красота в записи, если будет порисоваться. Супер! Я постараюсь сохранить запись, чтобы у вас получилось соответственно порисовать. И, ну, во-первых, подложка, да, потому что мы имеем дело со спиртовыми маркерами. И почему, собственно, еще раз я вернусь, почему такой выбор цветов небольшой? Во-первых, это те цвета, как я уже говорила, которые я использовала на курсе. И на самом деле курс у меня нарисован, там буквально 4 работы в курсе. Он весь отрисован буквально, по-моему, 10 или 11 цветов маркеров. Это, в принципе, достаточно небольшое количество. И в чем смысл ограничивать палитру, на самом деле? Сейчас достаточно большие возможности, да, у всех много маркеров. В принципе, небольшая проблема обзавестись там каким-то огромным количеством цветов, большой, хорошей палитрой. Но я всегда стараюсь искать какие-то варианты, чтобы, например, можно было не брать с собой в поездку там три десятка цветов или больше. То есть не тащить с собой огромную сумку. И как из этого выкручиваться? Соответственно, я для себя вот за несколько лет рисования пришла к каким-то выводам, нашла какие-то сочетания цветов, которые более-менее работают. Вот сейчас хочу вам показать, как я нарисую этот сюжет всего пятью цветами. Может быть, даже четырьмя, но это не точно. Я сейчас буду смотреть в процессе, как получится. Самое главное, чтобы маркеры у меня не кончились, потому что прямо перед эфиром я выяснила, что у меня к половине из них нет заправок. Так, я возьму желтый. Он у меня немного более темный, чем на референсе. На референсе он такой чуть-чуть лимонный, холодный. У меня это Yellow 52 скетч-маркер. Он такой, соответственно, достаточно насыщенный. Ну, это опять же связано, как я уже говорила, с тем, что я использую те же маркеры, которыми рисовала на курсе. В связи с этим у меня вот такое ограничение по цвету. Но в целом не очень, мне кажется, сейчас важно, какой именно оттенок желтого у вас будет. в целом нюансы всегда есть и можно использовать то, что у вас под рукой. Я буду делать заливку цветов изначально и я ее буду делать по форме лепестков, чтобы, даже если у меня остаются видны какие-то полосы, я делаю, в основном я всегда работаю широким наконечником, особенно, когда дело касается заливок. Соответственно, если у меня будут оставаться какие-то полосы на заливке, они будут играть мне на руку, потому что они идут по форме лепестка и будут подчеркивать наличие прожилок, скажем так, на нем. Я немножко, соответственно, линию пускаю внахлёст, за счет чего у меня такая полосатость небольшая образуется. Можно из середины внутрь, можно наоборот с края лепестков в середину. Это не принципиально важно в данном случае, чтобы вы не поперек рисовали. когда я подхожу близко к краю, когда делаю заливку с широким наконечником, прошу прощения, еще приболевшая, поэтому немного проблемы с голосом. Я немножко поворачиваю, соответственно, широкий наконечник под таким углом, чтобы он мне более тонкую линию дало. прохожу более такими тонкими штрихами. Там, где мне нужна более тонкая работа. Я стараюсь сильно не мазать, тем не менее, по карандашу. То есть, стараюсь лишний раз карандашную линию не задевать, но в целом понятно, что это не самое страшное. Это, на самом деле, связано с тем, что у меня были карандаши, которые очень сильно смазывались от работы поверх маркером, поэтому приходилось просто следить за этим моментом, чтобы не смазать лишний раз линию, поскольку ее потом уже не очень легко спрятать бывает. Бывают все-таки какие-то места, где я случайно заезжаю за линию, тоже ничего страшного, ее можно будет потом, кстати, спрятать этим более толстым контуром. И, в принципе, вот этот более толстый контур, он позволяет некоторые ошибки исправить, поэтому я очень люблю этот прием, он удобный. И один из главных тоже таких моментов, я стараюсь не оставлять каких-то незакрашенных частей. небольшие белые пятнышки могут оставаться, но главное, чтобы они не были повсеместно, везде не бросались в глаза. последний цветок, что у нас со временем еще есть немного. У меня начинает заканчиваться маркер. Это один из моих таких больших страхов эфиров. Дело в том, что у меня один раз тоже был эфир, тоже с небольшим количеством маркеров, причем мы рисовали какой-то тоже, по-моему, цветок, и у меня что-то больше половины маркеров закончилось просто на эфире. Мне пришлось оперативно заменять подходящими более-менее цветами, и понятно, что там в итоге вышла такая каша цветная. Так, ну вот мне хватило маркера, конечно, на заливку. Единственное, что я с сестрой рисую глаз. Я надеюсь, что вы потом выложите, если что-то будет у вас готово, выложите, посмотреть, присылайте мне, если что, в директ или, я не знаю, тут у нас скетч наверняка есть хэштег какой-то свой, где можно будет посмотреть. Я с большим удовольствием посмотрю ваши работы. Смотрите, интересный момент, я, прежде чем переходить к другому цвету, я стараюсь по максимуму выжать все из того маркера, который у меня в руке. Но он у меня заканчивается. Тем не менее, я сейчас попробую взять другой наконечник. Иногда бывает, что маркер заканчивается, у него один наконечник уже стал плохо писать, второй еще более-менее ничего. Если бы он не заканчивался, я бы продолжила соответственно широким. И я сейчас просто буду накладывать его вторым слоем в тех местах, где у меня более темный желтый. Если у вас бумага, например, подсыхает дольше, то нужно подождать, соответственно, пока у вас подсохнет первый слой, чтобы дальше спокойно можно было нанести второй. То есть, один и тот же маркер я использую, а уже какой-никакой объем. Понятно, что пока сложно говорить о каком-то серьезном объеме, но тем не менее уже эффект виден. Я, честно говоря, всем рекомендую не бросать сразу на первом слое всю работу, а попробовать по возможности что-то еще проработать тем же цветом, который вы держите в руках, которым делали заливку. Вот здесь немножко проще. Лепесток он такой весь светлый в основном. В конце я еще вернусь к белому карандашу и с ним добавлю немножко деталей. вот здесь соответственно тоже у меня более темная часть. Покажу как я собственно белый карандаш использую тоже для того чтобы сделать более объемным лепестки. вот этой части она почти вся даже не столько она скорее более холодная но я сделаю более темную чтобы подчеркнуть что у нас вот здесь лепесток чашечка. Все-таки наверное я обратно попробую широкий наконечник уж очень долго работать кистью. Вот этот лепесток он сильно темнее чем все прочие в тени предыдущего цветка. Здесь тоже все достаточно темное. Вот эта середка она если посмотреть на референс она самая темная серединка этого цветка из всех трех она самая насыщенная и темная это тоже лепесток снизу уходит тень закругляется туда наружу то есть тоже надо наметить серединку ну и в принципе возможно после я просто вернусь еще к желтому если какие-то детальки будут нужны то просто-напросто доделаю как уже красиво спасибо это только начало я надеюсь что дальше будет лучше так я на всякий случай здесь сбоку сделаю где-то выкраску цветов которые я использую здесь будет небольшой квадратик первым у меня был желтый и дальше я беру розовый у меня в курсе просто нет оранжевого цвета я в принципе его не использовала здесь серединка она больше уходит какой-то коричневый оранжевый я просто хочу показать что если у вас нет какого-то цвета это еще не повод отчаиваться не рисовать и просто-напросто использовать то что у вас есть под рукой я буду использовать вот такой светлый розовый цвет у скетчмаркера это V104 здесь 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 я возьму кисточку на самом деле тоже не принципиальный вопрос можно и широким наконечником можно и пулей работать как вам удобнее соответственно вот здесь эффект может на самом деле зависеть от того какая у вас бумага может быть у вас сильнее проступит к розовый на желтом может быть наоборот они смешаются и у вас получится прекрасный оранжевый у меня достаточно сильно кстати проступает розовый я думала что будет меньше поскольку этот сюжет не рисовала до сих пор я прям прохожу несколько раз ничего страшного что он становится розовым я сейчас просто вернусь обратно к желтому и чуть-чуть вот этот розовый уберу соответственно все остальные потихоньку я все еще соответственно стараюсь придерживаться какого-то направления вот этих волокон на лепестках это такой принципиально важный момент и у меня уже карандашные линии вот потерлись мне бы их потом хотелось вернуть последний цветок ну как видите розовый по-моему прекрасно справляется со своей задачей и прекрасно показывает что серединка цветка немного другая по тональности и она даже ну она стала темнее и больше уходит в красный я возвращаюсь к желтому чуть-чуть прохожу просто поверх чтобы убрать чтобы убрать лишний розовый цвет немножко вернуть обратно в желтый так дальше будет страшно я возьму мой любимый маркер он уже у меня стерлись вообще все познавательные знаки с него это скетч маркер V14 по-моему он сейчас называется я вот поскольку сижу без познавательных знаков то у меня еще здесь старая маркировка по-моему V14 на данный момент V14 это такой приглушенный серо-фиолетовый цвет я если честно ненавижу серые оттенки я их практически не использую они у меня лежат все серые маркеры я пользуюсь в том случае если мне надо какой-нибудь стальный рисовать или металл все остальные тени очень часто я рисую с помощью каких-то серо-фиолетовых или синих голубых цветов и вот этот цвет V14 он один из моих самых любимых в принципе это единственный цвет которым у меня уже закончилась заправка и я покупала себе новую у меня у него даже если честно наконечник весь уже такой расхлябанный маркер который я использую больше всего в своем рисовании я покажу как как бы это ни было странно брать фиолетовый но тем не менее если вы используете серый для теней то он обычно придает такой немножко грязноватый вид а вот скорее всего вот с этим эффект будет немного другой вот этот цвет он хорош еще тем что он очень светлый им сложно напортачить то есть почти нереально ошибиться даже если вы куда-то его нанесли слишком сильно потом можно просто перекрасить а я обожаю все серые тенюшечки подрисовываю а вы попробуйте просто ради эксперимента порисовать тени не серым а каким-нибудь синим или фиолетовым просто при смешении очень интересные эффекты получаются цветов так здесь еще у нас есть кстати на референсе он действительно желтый немножко сероватый уходит мне кажется что сейчас у меня этот маркер еще я его как раз заправила перед эфиром наверное еще будет подсыхать сейчас возможно немножко изменится я смотрю те места где у меня на лепестках есть тени и все эти места я прорабатываю вот этим маркером он очень классный для любого вида теней очень классно мне очень нравится рисовать в еде например теней ну то есть серый серый в еде он как правило дает такие не очень красивые оттенки прям засветились лепесточки ну вот честно говоря он кстати даже сильнее проступает чем мне бы того хотелось я бы может быть немножко сейчас его еще приглушила бы желтым то есть я не прохожу соответственно всю-всю поверхность этим серым я делаю небольшие тени только в тех местах где мне нужно увести лепестки в эту самую тень им тоже можно спокойно проходить по нескольку раз единственное что иногда на некоторые бумаги может давать такой странноватый эффект выбеливать некоторые цвета на самом деле такой же момент индивидуальный его надо смотреть в каждом отдельном случае в зависимости от того с чем соответственно его смешивать серединку вот эту тоже которая уходит вглубь я им прохожу это очень классный цвет для того чтобы рисовать белые цветы поскольку я уже на выкраске показала он такой очень нежный ну короче если честно он универсальный абсолютно я его пихаю везде где только можно и всем везде трещу о том какой он классный как его здорово имеете в себя поэтому если есть возможность попробуйте я думаю что вы не пожалеете об этом приобретении вот тут кое-где на самом деле мне даже хочется перейти к пули и кое-какие детальки проработать чуть-чуть потоньше да красивый цвет завтра поищу в Леонардо а в Леонардо подаются скетчмаркеры или вы аналог просто посмотрите так и последний единственное что если честно я так перенервничала с началом с началом эфира что не помню во сколько он у меня начался и соответственно я не очень понимаю сколько времени у нас в запасе есть если кто-нибудь может напишите мне пожалуйста пожалуйста так здесь небольшая тень я постараюсь немножко тоже поторопиться чтобы все успеть естественно может быть работа сейчас получается не очень аккуратной если честно когда рисуешь на камеру то почему-то всегда получается немножко хуже параллельно как бы еще в 19.30 а у нас осталось 15 минут ого это не здорово совершенно ну давайте тогда видимо я можно нажать на розовую надпись прямой эфир там будет точное время я честно говорю баню строгать телефон потому что он у меня висит надо мной в такой странной штуке если я его потрогаю у меня здесь все начнет качаться я возвращаюсь к желтому совсем чуть-чуть пройдусь сейчас желтым а дальше наверное давайте я закончу с одним цветком чтобы уже точно успеть не страшно главное приемчики новые даете с большим удовольствием мне очень нравится делиться делиться своими хитростями при рисовании и да я взяла следующий цвет это еще чуть-чуть более темный серо-фиолетовый blue grey 71 скетч маркер им я прям самые-самые серединки проработаю самые-самые такие темные места здесь либо кисточкой либо пулей потому что очень тонкая работа и соответственно люблю ваши уроки так много полезного спасибо большое я не очень часто появляюсь с какими-то новыми уроками но спасибо большое за отзывы это очень приятно очень классно и хочется делать так чаще другого просто не очень получается я вернулась к розовому немножко размыла просто тоже здесь середина чтобы у меня ушел такой прям совсем яркий цвет и сейчас я вернусь к карандашу уточню кое-где линия которая у меня ушла немножко вернусь также пройду по контуру можно из середины добавить вот эти прожилки тем же самым коричневым я уже второй раз с вами с удовольствием учусь спасибо большое а что вы до этого смотрели у меня прям даже интересно потому что сейчас на самом деле по-моему в сети ничего уже не осталось из моих уроков обучающих если только на ютубе у меня и сейчас тоже уже вкратце чтобы как-то что хоть что-то закончить я беру белый карандаш у меня это на данный момент карандаш призмаколор американский его не очень легко достать в России насколько я понимаю то есть либо через спецмагазины либо заказывать откуда-то из Америки или там из Англии просто так в художественных магазинах к сожалению именно этот карандаш не купить мне очень нравятся также карандаши фаберкаспл белый полихром из которой он очень мягко пишет хорошо и вот это собственно мои любимые два карандаша я вот сейчас не очень сильно до него нажимаю у меня задача просто высветлить немного вот этот лепесток здесь еще были ягодки а я даже не помню ягодки удивительно я при рисовании цветов стараюсь не использовать белогелевую ручку потому что она дает эффект яркого такого глянцевого свечения у нее очень укрылистый да соответственно тип линий и как правило у цветов нет таких прям вот сияющих глянцевых пятен за редким исключением поэтому цветы как правило я дорабатываю только с помощью белого карандаша вот здесь соответственно у нас есть какие-то такие точечки где заканчиваются лепестки более светлые и вот здесь я уже максимально нажимаю на карандаш чтобы он мне дал такую хорошую линию плотно можно немножко проработать еще края лепестков небольшие блики задать примерно посередке ну ориентируясь на референс соответственно сейчас я покажу зеленый то собственно зачем мне еще был нужен у меня же здесь есть зеленый он на самом деле такой достаточно такой просто зеленый у меня честно говоря ассоциация в детстве фломастеры когда были а если белую гельку пальчиками приглушать ну можно в принципе можно но если у вас есть возможность купить карандаш то конечно с ним честно говоря проще потому что вы можете еще и варьировать силу нажатия и сможете делать там где-то более плотные белые пятна где-то менее плотные то есть вот здесь например у меня совсем чуть-чуть я высыпала здесь уже гораздо сильнее и даже с приглушением белые ручки этого в принципе особо не добьешься так соответственно чтобы мне убрать вот этот красочный зеленый цвет я как это ни странно начну тоже здесь с желтого шикарный цветочек спасибо так я возвращаюсь вот к этому своему странному зеленому кладу его поверх он на самом деле мне не очень нравится эффект сейчас наверное буду еще возвращаться к желтому еще раз прохожу поверх желтым вот соответственно цвет уже не похож на тот который у меня был изначально и тени собственно что делать с тенями вот для этого у меня есть вот эти два серо-фиолетовых я начинаю всегда с самого светлого но скорее всего здесь его будет недостаточно да он собирается выбеливать зеленый светлый поэтому более темный и либо пулей либо кисточкой потому что здесь достаточно такая тонкая работа я соответственно прорисовываю небольшие тени на листах и у нас осталось совсем мало времени можно вернуться к зеленому чуть-чуть тоже его добавить что дает использование одних и тех же вот этих цветов вот эти например серо-фиолетовые в тенях и на листках и на цветах у вас получается примерно в одной гамме цветов они не спорят друг с другом там по теплоте я не знаю по светлоте то есть они плюс-минус ну нарисованы одними и теми же цветами это на самом деле такое хорошее подспорье чтобы не мучиться с выбором цвета не думать а какой же темно-зеленый мне сюда подойдет примерно так я прорабатываю прорабатывала соответственно все остальные цветы надо было сразу нарисовать только один начать с него ну как-то так плюс соответственно контур как я уже говорила можно проработать более а все-таки попробую посмотреть сколько же времени у меня осталось дружба оттенков точно так да действительно уже идет час и все в порядке ничего не выключилось надо же мелочи приятные давно не вела эфир я не в курсе что они уже не выключаются но на самом деле в любом случае мы сейчас будем потихоньку закругляться тогда я чуть-чуть еще успею докрасить например вот эти листочки это в общем-то дело буквально пару минут здесь кстати немножко начинает карандаш смазываться более плотная линия более толстая карандашная линия она начинает от широкого наконечника смазываться плохо себя вести а-та-та так делать так соответственно я докрашиваю вот эти оставшиеся листики и тоже можно небольшую тень прикинуть как она там поскольку у меня не совсем с референс листочки прикинуть как падает тень на листике здесь соответственно поскольку у нас свет немного сверху то снизу я его сделаю потемнее кстати на листики тоже очень прикольно добавить белый белый карандаш можно прожилки отдельно даже нарисовать если есть терпение посидеть над ним и кстати вот с листиками такая особенность что на листиках иногда я использую белую ручку потому что листики бывают соответственно достаточно такие глянцевые яркие когда планируете новый эфир честно боюсь даже планирует потому что я могу напланировать очень много всего в итоге все разобьется какой-то обычный быт ну в целом конечно хотелось бы в любом случае если что-то я спланирую я конечно об этом напишу заранее можно сделать линию карандашную где-то более толстой где-то более тонкой чтобы она была поживее это тоже очень такой прикольный эффект там где например потемнее листики там можно прям толще там где тени сильные там можно сделать линию заметно толще гуще и так соответственно за час как все как я люблю ну почти почти час давайте я вкратце расскажу как обещала про курс который будет покажу что я на нем рисовала во первых моя примерная осталась выкраска цветов которые я использовала при работе над курсом вот это по-моему для первой работы для второй для третьей а четвертой они по-моему как-то все вместе то есть как вы видите это не самая большая на самом деле палитра цветов и у меня есть для вас скидка поскольку курс еще не анонсирован но его уже по-моему можно купить на сайте Doodle & Sketch нет даже не так сохраните пожалуйста да конечно я постараюсь сейчас сохранить и я сейчас покажу вам собственно работы которые я до курса рисовала все видео записанные рисование цветов про скидку тоже сейчас расскажу первая работа самая такая простая я в основном в первом уроке рассказываю о том об основных каких-то своих принципах как я работаю с маркерами и показываю на совершенно элементарном скетче как вообще с белыми материалами работать как смешивать цвета и вот здесь кстати это вся палитра маркеров которые я использую на курсе дальше я рисовала вот такую лилию это собственно говоря половину этих маркеров я сейчас использую для того чтобы рисовать вот эти вот все маркеры я использовала здесь и половину из них я рисовала половину из них я использовала чтобы нарисовать сейчас свои желтые цветы третий урок вот такой подсолнух как раз вот этот желтый цвет которым я сейчас красила и последняя на темном фоне рисовала такие гладиолусы для вас надеюсь сюжеты достаточно интересные подобрала я сама честно получила большое удовольствие от рисования особенно мне лилия водяная очень нравится и соответственно для всех кто сейчас заранее хочет приобрести курс есть скидка по коду flower20 вернусь к цветам присылайте пожалуйста выкладывайте очень буду рада прокомментировать посмотреть с большим удовольствием спасибо большое если есть какие-то вопросы пишите тоже мне я с большим удовольствием вам на них отвечу немножко сумбурно получилось рассказать не слишком часто получаюсь в эфире хорошая работа спасибо большое надеюсь что вам все это понравилось надеюсь что вам понравился принцип которым я показала как красить цветы имея буквально 5 маркеров в комплекте не более того и это тот принцип который я использую часто в своих работах он позволяет мне больше реалистичности в том числе добиваться вот присылайте вопросы картинки спасибо большое что со мной были этим вечером извините если что-то было не так и немножко сбивчиво я сильно разволновалась в самом начале вот жду от вас каких-то комментариев вопросов спасибо вам большое надеюсь что час был полезный понятно доходчиво спасибо вам что были со мной буду рада видеть ваши цветочки все давайте тогда до связи всем пока до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...